Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем сегодня пойдет речь? Осень, мы убираем урожай, и как бы начинали забывать о наших теплицах. И это очень большая ошибка. Почему? Смотрите, мы все привыкли, что в открытом грунте мы культуру возвращаем на прежнее место через 4-5 лет. То есть росла капуста, через 4-5 лет она только вернется на это место, где она росла. В теплицах у нас все происходит несколько иначе. У нас из года в год мы теплицы засаживаем теми же помидорами или теми же огурцами. Это основная культура из закрытого грунта. Ну, гораздо меньше используются кабачки, лукно-зеленое перо, арбузы, дыни. Это в гораздо меньшей степени. Что происходит? Что у нас в теплицах получается монокультура. То есть одна культура выращивается из года в год. В почве начинают накапливаться патогенные микроорганизмы. И какими бы способами мы их не выводили, будь то химические способы, будь то биологические способы, их становится так много, что в конце концов наши средства перестают работать. Далее. Начинают появляться вредители, вредители специализированные, паучиные клешки и другие вредители начинают повреждать наши овощные культуры. Почему это происходит? Потому что у нас монокультура. Необходимо для того, чтобы почва и сама теплица были более чистые, кроме любой дезинфекции, которая делается, мы можем агротехническими способами уменьшить вредоносный патогенный фон нашей теплицы. Делается это очень просто. Мы будем создавать тепличные севообороты. В чем заключается сущность тепличных севооборотов в теплице? На производстве таких севооборотов нужды особо нет. Почему? Потому что там есть техника, там можно вывести весь грунт, вывезли весь грунт, завезли новый грунт, внесли органику и садятся по-новому все культуры. Но сами понимаете, что если вручную вывозить грунт, эта работа очень трудоемкая. Трудоемкая работа, и не каждому она под силу. Поэтому у нас органику мы добавляем, просто перекапываем органику, и у нас все остается на своем месте. Так вот, для того, чтобы был севооборот, значит, у нас культурка обращается, что раз, что немного. Огурцы растут после помидоров, помидоры растут после огурцов. Но, тем не менее, есть болезни, например, альтернариоз, тот, который повреждает как помидоры, так и огурцы. То есть общие болезни повреждают наши культуры. Поэтому высаживая, мы не можем гарантировать, что у нас следующая культура будет расти чище. Что необходимо учесть в нашем севообороте тепличном? Значит, первое, если мы высаживаем теплолюбивые культуры, у нас весной есть время до высадки этих культур. Пока холодно, мы можем вырастить в наших теплицах редис, вот, и можем вырастить капустную рассаду. Это будет хорошее предшествие как для огурца, так и для помидора. Вот. Далее, что еще необходимо? Для огурца очень полезно будет лук на зеленое перо. Лук на зеленое перо посадили осенью, убрали весной. Огурцы будут расти так же прекрасно. Порт выздоравливается. А вот дальше, но и забывают, что оказывается и в теплицах, кроме культуры, можно выставить уплотнительные культуры, уплотнять, пока наши поднимутся основные культуры. Вот. Можно смешанные посадки делать. И очень важно в теплицах, опять же, засевать седераты. Многие наши ващеводы и огородники об этом просто-напросто забывают. А любые седераты в теплицах что дают? Как бы они начинают бороться с патогенной микрофлорой. И любой седерат, изменение запаха, ароматов, приводит даже к тому, что многие вредители покидают наши теплицы. Вот. А что необходимо применять? Значит, общий универсальный седерат, если вы не будете выращивать капустную рассаду, это смеси люпина, редьки или горчицы. Такую вот смесь смело высевайте на ваших градках, освободившихся после овощных культур. Во сеннюю пору их высевают и заделывают почву. И они оздоравливают, и почву оздоравливают, и очищают от вредной микрофлоры. Еще очень хороший седерат, и что мы можем сделать, это грычиха. Грычиха также прекрасно подойдет, как седерат в наших теплицах. Ее можно высевать как весной, так и осенью. Весной ее высевают, она очень благоприятна, будет как предшественник под огурцы. Огурцы потом по этой зеленой массе грычихи растут очень-очень прекрасно. Почему? Потому что грычиха переводит в доступное состояние многие недоступные элементы из почвы. Как бы обогащают почву не только органикой, но и этими элементами. Еще такая культура, которую стоит обратить нашим огородникам внимание, это фацелия. Фацелия пойдет так же и как для весенней культуры. Если у нас будем высаживать, то поздно будем высаживать культуры. И тем более фацелия, она красный предшественник как под огурцы, так и под помидоры. Поэтому не забывайте, что седераты также должны включаться в наш севооборот. Потому что я понимаю, многие огородники как бы убрали огурцы, вырвали и посеяли редиску. Я понимаю практическую часть этого вопроса. Но не забывайте, что вместе с урожаем тех же огурцов, помидоров, мы объединили почву. Мы с почвы забрали часть питательных веществ. А вот наши седераты достанут эти питательные вещества с более глубоких слоев почвы. А закопав их массу в почву, она за зиму минерализуется, эта масса, и она будет служить питанием для наших растений. Если потом еще добавим органику, уже как бы хорошие урожаи нам обеспечены. Ну и тем более седераты, что помогают? Они помогают нам как бы разнообразить ассортимент культур, которые растут в наших теплицах. То есть они включаются в этот кругооборот веществ в природе. И как бы у нас не только уже посеяли капусту, посадили помидоры, убрали мы помидоры или огурцы, посеяли грычиху. Вот смотрите, мы уже за год как бы на одной же той площади имеем три культуры. Значит, имеем три культуры, а это разные болезни, разные вредители. Портва будет гораздо чище. Если весной мы посеем шоков в этот седерат, или посеем тот же укроп, значит, опять же, уже вредители начинают чувствовать неуютно. Вредители начинают уходить с наших теплиц, потому что культуры то меняются, а еще до привычных помидор очередь не дошла. Поэтому обращайте внимание, если вы не хотите заниматься непосильным физическим трудом. Значит, используйте культурооборот в течение года в культурах, а также смело применяйте седераты на ваших теплицах и парниках. За счет этого вы и почву очистите от вредных микробов, от вредителей, и здоровье уложите, и органики. Как бы органика, которая будет легко усваиваться в вашем растении, вы также добавите в почву. Хороших вам урожаев, поменьше физического труда, наслаждения от своей работы. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok